Вспомни, как лист бумаги можно превратить в изделие, например, в аппликацию. Расскажи о технологии ее изготовления. Технологический процесс массового изготовления швейных изделий намного сложнее и состоит из последовательно осуществляемых стадий обработки. Подготовки тканей к раскрою, раскроя, обработки отдельных деталей и сборочных единиц, их соединения и отделки. Подготовка тканей к раскрою осуществляется в подготовительных производствах швейных предприятий. Основное содержание этой технологической стадии составляют процессы измерения тканей и выявления их дефектов. Основная цель технической подготовки производства направлена на решение главной экономической задачи предприятия – рациональное использование материалов. Подготовка производства заключается в разработке и подготовке технической документации, которая осуществляется в экспериментальных производствах швейных предприятий. Процесс изготовления одежды состоит из трех основных стадий. Первая – моделирование и конструирование. Вторая – подготовка тканей к раскрою и раскрой. Третья – шитье и отделка изделий. Разработкой моделей и конструированием для массового производства одежды занимаются дома моделей, а также экспериментальные цехи швейных фабрик. Моделирование одежды в условиях массового и индивидуального производства является творческим процессом создания различных видов и форм одежды в соответствии с ее назначением. Моделирование начинают с разработки эскизного рисунка модели. При этом решаются задачи общей композиции основных и декоративных элементов, цветовых сочетаний, использования свойств тканей. В некоторых случаях творческий замысел художника-модельера выражается в виде наколок ткани на манекене. Эскизы моделей в рисунке или в виде наколки на манекене проверяет художественный руководитель или специальная комиссия, после чего производится раскрой и изготовление первичных моделей. Разработанные модели рассматриваются и утверждаются художественными советами, в состав которых входят художники-модельеры, конструкторы одежды, представители промышленности, торговли, общественности. Художественный совет рассматривает модели и определяет область их использования, уточняя для какого возраста могут изготавливаться изделия данной модели, в каких размерах, ростах и полнотах. Модели, утвержденные художественным советом, отбираются швейными предприятиями совместно с торгующими организациями и распределяются для массового или серийного выпуска. После отбора модели передаются для конструирования. Конструирование одежды включает расчеты построения чертежей деталей одежды, изготовления лекал и составления технической документации. Чертежи строят по принятой в промышленности системе конструирования. По разработанным чертежам деталей изготавливают лекала вначале на средний размер изделия, а затем размножают их на все остальные размеры. Образец модели вместе с технической документацией поступает на швейную фабрику. В экспериментальном цехе фабрики уточняют лекала и методы обработки изделия. При уточнении модели изготавливают один или несколько образцов изделия, а затем опытную партию на специальном потоке в экспериментальном или непосредственно в швейном цехе. При этом окончательно уточняют лекала. Что же такое лекала? Лекала – это образец приспособления, по которому размечают деталь швейного изделия. К основным лекалам относят следующие лекала деталей конструкции из основных материалов или, говоря по-другому, материалов верха, спинки, полочки, рукава или его частей, передней и задней части брюк, переднего и заднего полотнищ юбки или клиньев и тому подобное. Подготовка ткани к раскрою и раскрой содержат различные виды работ. Подготовка тканей к раскрою включает в себя следующие работы. Приемку и хранение тканей, проверку их качества, промер кусков по длине и ширине, подсортировку тканей в настилы, нормирование расхода ткани на изделия, изготовление обмелок и трафаретов. Раскрой тканей включает настилание тканей, рассечку настилов на части и вырезание деталей изделия. Научись пришивать бусину к ткани. Сегодня на уроке мы познакомились с технологическим процессом изготовления изделий из ткани, узнали, что такое лекарство.